Так, добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Продолжаем наш бесконечный сериал клиника Доктор Хаус. Неделю тому назад мы большой командой ездили в Дагестан, в Дербент, совершенно фантастическое место. Нас пригласил наш друг Багауддин, показал карьеры. Я покажу вам свой дом. Лучше бы он нам этот дом не показывал. Там, в принципе, проблем нет у него в доме. Казалось, что все хорошо. Но, на наш взгляд, конечно, это казус на казусе. Все сделано с любовью, очень красиво. Эти колонны, калинские, это фантастика. То есть, это вот его карьер с нашим камнем. Мариэт. Потрясающее качество камень. Очень теплый на ощупь. Бархатный. Бархатный, да. Вот. И первое, мы входим в это совершенно шикарное двусветное пространство. Лестница. Дай-ка лестницу. Чудесница с забежными ступенями. То есть, вот первый косяк, это вот эта. Вот эта лестница. Эти мощнейшие балки, которые как-то надо обыгрывать. Раздеться негде, по большому счету. Вот это вот спальня родителей. Спальня родителей. Молодые, крепкие, активные. С большим хозяйством. С большим хозяйством. Шикарное пространство. Здесь нам накрыли стол. Потрясающе. Приготовили нереально вкусную еду. Вот. Большие сады фруктовых деревьев. Да, да, да. Вот это вот здесь вот идет забор. Вот так. И начинаются сады. Там общее какое-то... Ну, там все это. Здесь забор. Вот так. Забор здесь. Ну, вот. Багаудзин купил соседний участок. Вот это хорошее раскрытие получилось. То есть здесь немножко тесновато. Ну, может быть, это тоже он купит. Не знаю. Там все, все, все возможно. То есть мы входим. Здесь вот пошла вот такая вот... Покажите здесь это слово. Потом она прямо начинается. Прямо вот так вот. Так вот. И в общем... Ну, идет такой волной, крылом. Нечто вот такое вот, да. Вот. И забежными ступенями и... И повторяется на втором этаже и уходит на крыше. Повторяется на втором этаже. Ну, на втором этаже там пошли косяки. Опять же, это... Там уже где-то эти ступени выскочили до 200 по высоте. Ну, там стало травмоопасной. Дом отлит в бетоне. Очень хорошее основание дома. Говорит, там еще пять этажей сверху можно поставить. Вот. Но мы не будем идти там на пять этажей. Мы уместимся здесь. Вот. И санузел гостевой здесь. Так, второй этаж. Сразу же я покажу. Второй этаж. Это вот тоже вот такое большое пространство. Их спальня, да? Да, это их спальня. Их спальня сына. А это у нас что? Здесь может быть гардеробная? То есть в этой части можно выделить ламузел и гардеробная. Короче, санузел один. И гардеробная. На первом этаже все. То есть в этом роскошном доме шикарное пространство. Но планировка сделанная московским архитектором. Ну, он действительно московский, но, блин. Есть много спален, но один санузел на этаж. Вот. Один санузел на первом этаже. То есть и по вот этой вот травмоопасной лестнице с забежными ступенями. Вот. И что мы предложили Багаудину и его супруге Марии? То есть нам нужно как-то здесь разместить два поколения? Вот. Самое простое вот, ну, как мы обычно делаем. Вот это вот у нас квадратный, рисуем квадратно-гнездовым способом. Здесь делаем, эту лестницу мы ломаем. И здесь делаем нормальную трехмаршевую комфортную лестницу. Красивую. Так, 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 так. С красивым ограждением. Да. Вот. Здесь у нас будет стоять там шкаф там для, красивый там, для одежды гардеробные. Окна вот эти будут работать на интерьер. Будет много света. Мы освобождаем эти окна от этих самых, от лестницы. Так, здесь мы лестницу, здесь это окно перебиваем. Делаем высокое длинное окно на двусветное. Ну, это будет или окно, или витраж красивый сделаем. Ну, вот на втором этаже в этом месте, к сожалению, нет окна. И, скорее всего, нам тоже его придется пробить. Нет, он готов там, пока есть компрессор, да, мы непобедимы. То есть, в принципе, он готов к тому, чтобы все-таки было, в доме был комфорт. То есть, вот это гостевой санузел мы оставляем. Это у нас... Техническое помещение, котельная. Там котельная, узел вода, и здесь вот дверь на улицу. На этом мы дальше к этому еще вернемся. И вот спальня родителей. Ну, первое там, что мы предложили. Вот, и вот это вот тоже мы закрываем вот так. Вот получается осевая красивая композиция. С красивой перспективой, на сады. И вот поднимаемся на второй этаж. У нас глинея. Это сейчас глинея нет. Эта глинея есть вот так. Здесь получается... А, нет, вот так вот. Вот так. Двусветное пространство мы его уменьшаем. Вот здесь вот так будет хорошие пропорции. Ну, его достаточно, чтобы показать, что помещение имеет высокие потолки, много воздуха, оно по-прежнему остается очень просторным, хорошо освещенным, с хорошей инсоляцией. Ну, и опять же, здесь смена картин. Потому что мы вот, мы заходим вот такое вот для светлого пространства, а потом подойдет такой вот. Вот эта амфилатность, она остается. То есть, ну, сейчас возвращаемся к родителям. Там первая была идея у нас, я считаю, это совершенно... Вот здесь вот сделать спальню родителей так. И здесь сделать санузел. Здесь вот шхам для одежды. А здесь санузел. Пробить окно. А здесь вот спальню родителей. Но опять же, надо учитывать местные условия, местный менталитет. Захотят ли родители там жить рядом. Да, это немножко не соответствует их традициям и тому стилю жизни, к которому они привыкли. То есть, в туалет, это на улице, в принципе, мягкий климат и ничего там. Ну, мы хотим предложить, тем не менее, такой вариант. Мы предложим, да. Или вот мы оставляем вот такое большое пространство. Там будет какой-то шкаф длинный для одежды. И вот много света, много воздуха. Ну, вот они будут ходить в этот санузел через двусветное пространство. Тоже вариант. Да, это возможно. Да, вот здесь вот, здесь кухня. Вот и вот. Мы хотим сделать там некоторую зону с линейной кухней, с островом отдельно стоящим, который будет многофункциональным. Это остров, да. Так. То есть, с одной стороны на нём можно готовить, с другой стороны можно использовать как стол для завтраков, посадка есть. Это вот, может быть, здесь ещё там брекфостное, да. Да, может быть, там брекфостное. Ну, а здесь вот, как Наташа предложила, там какая-то стенка с красивой посудой, цветной, разноцветной. Да, в национальном стиле. Они резгины, да, там вот это все эти вещи красивые, эти, как называются эти ковры. Сумах. А, Сумах, да. То есть, вот это вот, то есть, здесь вот идея, у нас там белые стены, и вот, может быть, даже мы первый этаж, холл мы облицуем этим камнем, чтобы он вошёл с улицы в интерьер и дать цвет этими коврами. То есть, вот это всё, вот эту гостиную, там, застелить этими коврами. Вот, это будет, конечно, такой праздник для глаз, там, это по центру диванная группа, здесь вторая диванная группа напротив камина, вот, и вот эта вот анфилада, она пройдёт вот туда. Вот, Багалудин, очень бы хотел здесь сделать большой красивый камин с ростом, высотой с роста человека, в общем, это будет таким композиционным центром. Двигаемся дальше. То есть, вот это вот, опять же, ну, в принципе, там не такая суровая зима, но летом пекло, то есть, вот этот вот стол, там, где мы сидели здесь, да, то есть, его двигать куда-то туда-сюда, ну, можно там, да, вот, для... Для застолья, ну, по-хорошему, вот, его можно выдвинуть вот сюда. То есть, мы пристраиваем террасу открытую? Да, здесь до забора мы идём, пристраиваем террасу, здесь делаем этот нормальный ордер, да, вот. Повторяем колонны. Это терраса, опять же, мы можем закрыть этими шторами, этими тканью, там, или... Ну, например, лён, использовать лён. Тяжёлый этот самый, ткань лён, там, да, или же, там даже вот, то есть, это вот так вот получается летняя посадка, которую можно... Или зимой, там, есть, окна, вот, окна. Летом открыли, всё проветривается. Сделать распашные, допустим. Да, сделать распашные, то есть, вот это вот всё-таки. Вот, и, опять же, стол переезжает вот сюда, большой, шикарный. Это вот здесь ещё мы делаем... Сейчас вот мама Багаудина, она готовила где-то там, у неё кухня уличная. А так вот, уличную кухню мы делаем вот продолжение вот так, вот этого... Продолжение дома. Да, продолжение дома. То есть, вот. У них это очень востребовано, поскольку хозяйство большое, и большая семья, и много гостей, им приходится много готовить, много перерабатывать мяса, фруктов, овощей, накрывать на стол. Само там всё растёт и само там бегает. Ну, вот. Это всё шикарно. Нужны для этого пространства. Это газовая плита, а вот тут уже будет очаг. Вот здесь вот, в этом самом, в этом ордере мы делаем. Вот это вот тоже. И, опять же, это будет закрыто от снега, от дождя, от ветра. И, ну, это мы так же расскажем, да, от солнца, то есть, это будет перекрыто. Вот. То есть, вот такая получается вещь там. Ну, и там ещё, опять же, то есть, вот это вся... Ну, и спуск влево-вправо или вперёд. Ну, это уже мы уточним и нарисуем. Да, и, опять же, здесь делать, здесь, в этом узел вода поставить раковину и унитаз. Да, чтобы можно было ещё с улицы, с террасы заходить. Чтобы можно было выходить не через дом, а вот летом всё это здесь, пользуются здесь. Вот. То есть, вот такая получается большая, красивая, здесь можно посадить детей. Ага. Вот. Или там ещё. Вот совершенно. И там буквально, в принципе, угадывается Каспийское море, даже с этой отметки, через сады. Это очень красиво. Вот эта красивая точка. То есть, вот такая вот вещь. Вот, в принципе, красивая лестница. Так, и переходим на второй этаж. В общем, мы добавили большой функционал этому дому, выровняли пространство, изменили постановку лестницы, сделали её не опасной, функциональной. И красиво её вписали в интерьер. Вот ещё вот такая вот у нас, вот второй этаж. Поднимаемся на второй этаж. Ну вот, помните, спальня была здесь, хозяйская. А мы решили сделать всё как положено. То есть, вот спальня сына. Он поднимается по лестнице и по галерее попадает сюда. Так. Сын. Активный ребёнок. Ему нужно много пространства игрового. Ну вот, короче, вот. Вот лестница. Ну вот, понимаете, вот мы рисуем там всегда по клеточкам. Вот есть вот так вот. Раз, два. Вот это вот. Раз, два. И вот тут делаем вот такую галерею. Красивую. Поднимаемся по лестнице на второй этаж. И вот такая получается красивая галерея. И выход на балкон портика. Вот такой вот. Это вот спальня сына. Вот это красивое, шикарное, двусветное пространство. Спальню молодых родителей мы передвигаем отсюда. Кровать так. Вот где-то здесь. Или здесь. И здесь вот у нас вот мы закрываем летнюю посадку. Здесь в качестве бонуса у нас... Тоже получается открытая терраса, да, можно... Вечером посидеть, попить вино, выкурить сигарету. Вот это вот совершенно прекрасное пространство. То же самое здесь вот. То есть вот это вот. То есть вот такой вот в принципе можно сделать. Так. А вот тут вот при спальне. Так. Это сделать санузел для родителей. Это санузел при спальне сына. Вот так. Там можно больше и меньше. Там сына особо. Здесь окно есть. Здесь окно есть. Вот. А это вот... Там можно гардеробное расположить. Система хранения. Дружие жены. Понятно, что у жены там этих тряпочек гораздо больше. Поэтому там можно шкафчик там все выделить. Вот так. Вот остальное все там. Мария заберет себе. А вот это вот совершенно диванная группа. Может быть это красивое там утреннее кофе. Летом здесь прохлада. Заневерские колышутся. Вот. А здесь вот второй этаж у нас. Такое вот место, где можно там книжная полка. Там столик, компьютер. Да. Мы говорили, что это некая читальня библиотеки. Типа кабинета, но открытого, с красивыми окнами. С красивыми видами. С красивыми видами. Здесь вот. Какая-то вот такая история. Ну и там дальше уже фантазия играет. Единственное, что, конечно... Багаудин на это идет. То есть, в принципе, ему все это нравится. И его супруге это нравится. Моей. Вот. И, в принципе, вот эта очень красивая история получается. Вот. Вот. Такой красивый, современный, многофункциональный дом. Ну, мы его, в принципе, ну, здесь по-другому и нельзя было делать. То есть, вот, всегда там старайтесь лестницу по центру нагрузки делать. И опять же, у нас там сейчас плоская крыша. Вот, плоская крыша. Мы... Там вот эта лестница самая опасная, которая идет на крышу. А так мы поднимаемся вот так. Такая же трехмаршевая лестница ведет на крышу. И там... Получается уже вот такой вот плоская крыша. Там дальше мы с ней еще порисуем, поработаем. Но мы выходим, по крайней мере, по центру. Там будет вот этот самый... Ну, скворечник я называю. Типа, вот так это будет. По лестнице мы поднимаемся. А с этой стороны будет санузел для этого. То есть, там будет фронтон. Тоже соответствующий стилю общего дома. Фасада. Делаем общий фронтон. Ну, вот, это вот будет у нас... Мы не будем его перекрывать. Там это будет какая-то раздвижная конструкция. Красивая, модная. Вот. И отсюда открывается уже на Каспийском море. Там совершенно потрясающий вид. Да, заказчиков очень, так сказать, порадовала эта идея. Они всегда хотели... Вдохновила эта идея. Просты этого дома, да, смотреть уже вдаль на море. Ну, и там еще дальше у нас там всякие... Ну, это первый фильм. То, что мы сейчас делаем. Дальше это будет снимать. В продвижении, там, стройка, демонтаж, компрессор, все это все в пыли. Но зато это будет потрясающий красотный дом. Удобный и функциональный. Так, следующий. Субтитры сделал DimaTorzok